Девушки отдыхают Испания настолько богата достопримечательностями и видами, что в этом году мы превратились в бродячий балаган. Нам предстояло посетить столько новых миров, поэтому мы объехали всю Испанию с севера на юг. Мы снимали в пяти разных местах, в пяти городах. Испания очень разнообразна. На севере все зеленое, на юге пустыня. И это многообразие великолепно. Сначала мы две недели снимали в Жироне. Все время в центре города, потому что Жирон очень красивый город. Да, мы снимались в Жироне. Красивый и маленький средневековый город. Отлично подходит для Игры престолов. Из Жирона мы уехали на 60 километров западнее, в Барденос Риалес, где находятся пустыни и губры. Мы снимались в прекрасной пустыне. Было весело. Там было просто невероятно. Пейзаж безумно прекрасен. А потом мы поехали в замок Сафра. Испанцы называют это место «Испанская Сибирь», потому что оно расположено в холодной части Испании. Пейзаж там совершенно нереальный. Он похож на настоящую съемочную площадку. Вокруг невероятный простор и чем-то напоминает Африку. И это было самое классное место, где я когда-либо снимался. Потом мы отправились в Пеньескола. Это на побережье. Весь город расположен на одной скале. На единственной скале посреди Средиземного моря. После Пеньесколы мы переехали сюда. Это последний из пяти районов. Но не последнее место съемки, потому что в этом районе Альмерии мы будем снимать еще в пяти разных локациях. Я уже сбился со счета, в скольких разных местах мы снимались. Но каждый год на съемках «Игры престолов» бывает пара таких моментов, когда у тебя просто падает челюсть. И съемки здесь, в Альмерии – один из таких моментов. Это было просто удивительно. Мне приятно было вернуться. Ни за что бы не упустил такую возможность. Актеру на съемках «Игры престолов» представляется масса возможностей, которые бывают только на съемках полнометражных фильмов. Ты приходишь сюда и видишь. Видишь, что было сделано. Местные жители просто с ума сходят по сериалу, и с каждым днем наша массовка пополнялась. В прошлом году в Испании мы работали с замечательной массовкой. Опять повторюсь, я никогда еще не работала с такими трудолюбивыми, радующимися работе людьми. Они заразили всех на площадке своим энтузиазмом, уверенностью, радостью. Принимали все всерьез. Было чрезвычайно приятно работать. То, что наш сериал снимался в Испании, очень много значит для испанцев. Они были счастливы принимать у себя такой крупный проект. Куда бы ты ни пошел, тебя встречают с восторгом. За этим интересно наблюдать, и так здорово быть к этому причастным. Лучшее место в зале. Пожалуй, один из лучших аспектов работы оператора – физическая близость к камере. Именно ты создаешь кадр, задуманный режиссером. Тебе приходится решать массу нюансов, понимать его прочтение сценария и применять его на практике. Ты всегда стараешься воплотить их видение, а для этого нужно уметь слушать. Слушать режиссеров, наблюдать за актерами. Зачастую приходится использовать возможности для работы с камерой. Ты работаешь со сценой, в которой постепенно появляются разные актеры. Нужно показать, как она разворачивается. На репетициях ты ухватываешь общий настрой, видишь, как все происходит, и определяешь лучший способ поведать эту историю. Мне нравится энергия, которую чувствуешь на съемочной площадке, дух творчества. Ты работаешь с разными режиссерами, с разными постановщиками. Кто-то жестко руководит процессом, диктуя, где установить камеру. Другие дают больше свободы, требуют креативного подхода к процессу. Процесс очень отличается от съемок фильма, когда ты работаешь с одним режиссером месяца три-четыре. Конечно, в каком-то смысле это интересно. У всех свой подход к работе, и ты стараешься адаптироваться к ситуации. Это всегда творческий процесс, но ты получаешь какие-то инструкции и стараешься раскрыть идею. И хотя ты получаешь идею для реализации, ты всегда стараешься улучшить ее и развить дальше. Перед работой с кадром нужно ознакомиться со сценой, прочесть реплики, изучить локацию для съемок. Сцена может основываться на географии локации и постановке света. После этого начинается работа. Обычно начинаем с охвата всей сцены, а затем разбиваем ее на блоки, охватывающие действующих лиц и события. Я всегда ищу сильные кадры с четкой композицией. Но от композиции нет толку, если ты не показываешь события. Прежде всего, важна история. Ты выделяешь персонажа с эмоциями и сразу же начинаешь искать наиболее выигрышный кадр. Иногда на работу с камерой влияет сам настрой актера. То есть важен не тот стиль, который ты предпочитаешь, а события, разворачивающиеся перед тобой. Они как бы притягивают твой взгляд, определяя кадр. Наверное, можно сказать, что работает чутье. Взять общий план, или средний, или крупный, это вопрос создания нужного баланса. Здесь нет жестких правил. Всегда видно, если кадр неудачный. Но и на удачном трудно остановиться. Но правил действительно нет, что и делает работу такой интересной. На мой взгляд, главная сложность на данном проекте — ландшафт. Да, мы снимаем прекрасные места, или, по крайней мере, стараемся их снять. Но это большой труд — разместить камеры на нужных позициях, преодолев сложность рельефа, и при этом получить красивый вид. Ветер, дождь, жара. Часто мы снимаем в пыли, на песке, и приходится тщательно следить за оборудованием. У нас бывают табуны лошадей, сражения, а значит, поднимается еще больше пыли. Кроме того, часто на площадке зажигают огни. А наши спецы по спецэффектам виртуозно усложняют условия еще больше. Одним словом, мы всегда стараемся подчеркнуть все эти условия, чтобы кадр выглядел более захватывающим. Но в результате съемочной команде приходится тяжело. Бывает трудно. Часто приходится работать под дождем, когда камера полностью затянута пленкой. И в таких условиях такая мелочь, как смена фильтра, становится серьезной проблемой. Должен отметить, что все съемочные системы и группы работают просто невероятно и серьезно облегчают мою работу. Нужно четко понимать, что кадры, которые ты видишь на мониторах или через объектив камеры, результат работы всех членов съемочной группы. Мне очень важно, чтобы труд ценился, чтобы зрители понимали, что для создания картины важен каждый человек на площадке. В течение этих шести сезонов мои издержки по страховке были невероятными. У меня была масса сложных задач и вариантов их решения. Архитектура, фиксированная камера, ручная камера. Мне очень повезло, и я всегда буду с гордостью вспоминать этот проект. Место оператора лучшее в зале. Ты всегда в гуще событий. Когда что-то происходит, ты управляешь камерой. А когда актеры играют потрясающе, а в этом сериале актеры работают блестяще. Они словно притягивают тебя, и ты становишься частью этого волшебства. Это лучшее место в зале. Правда. Грим. Секреты рождения образов. Я всегда хотел работать с пластическим гримом. Я родился на севере Англии, мой отец работал в местном кинотеатре, так что я рос на «Звездных войнах» и научно-фантастических фильмах 70-х. В детстве я часто торчал в своей комнате, покрывая себя латексом и кровью. Довольно рано я понял, что хочу создавать монстров и разных тварей, в основном из резины. Игра престолов в подобном плане просто кладезь. Мы создаем концепты и разрабатываем персонажей. Одни члены команды занимаются раскрашиванием, другие создают объемные накладки, третьи делают волосы. Это очень творческий процесс. Мы должны учитывать все мелочи для каждого персонажа. Актеру придется носить все это изо дня в день, так что грим должен быть легким и дышащим. Создание накладного грима и нанесение его на актера требует командной работы. От скульпторов, создающих отливки, до тех, кто работает с волосами. В процессе от начала до конца может быть задействовано 10-15 человек. А для наложения этого грима каждый день может потребоваться от двух до пяти человек. Сам за все это я не могу отвечать. Для создания персонажа мы работаем с актерами. Делаем слепок с головы актера. С помощью этого слепка создаем искусственную голову. Наносим на нее грим и нужные аппликации из модельной глины. А затем делаем слепок из модельной глины в форме его лица. Большинство наших масок сделаны из резины и силикона. Их можно легко приклеить к лицу, а потом растворить. В готовые накладки с помощью тонкой иглы вставляются волосы. И нам нужны абсолютно идентичные маски для каждого дня съемок каждого актера. Это весьма трудоемкий процесс. Для каждого персонажа он может занимать в среднем около четырех недель. Ежедневный процесс нанесения грима начинается очень рано. Иногда в три-четыре часа утра. Мы сажаем актера в кресло. Процесс приклеивания грима занимает два-три часа. А уж если ему надо делать волосы, то на площадку он выйдет через пять-шесть часов. Съемочный день на площадке длится восемь-десять часов. Мы постоянно следуем за актерами, проверяем и поправляем им грим. А в конце дня грим нужно снимать кисточкой с минеральными маслами. Нельзя просто срывать. Ведь вместе с гримом можно содрать саму кожу. И всегда получается, что последними с площадки уходим мы. Почему Игра Престолов такая особенная? Я не встречал еще проекта с таким количеством и разнообразием накладного грима. Такие проекты весьма редки. Первую неделю вы кого-то обезглавливаете, во вторую делаете накладной грим на все тело. Особенно трудно пришлось при работе над серией «Суровый дом». Было холодно, мокро, грязно, шел снег, все в дыму. У нас было много работы. Приходилось постоянно поправлять грим. Иногда это был просто ад кромешный. Но когда оглядываешься и смотришь на экран, то понимаешь, насколько искусно поставлена хореография и организация. Ты не веришь, что события в сериале происходили рядом с тобой. Чувствую, что достиг невероятных высот. Это одно из лучших воспоминаний, что останутся у меня после Игры Престолов. Без живого воображения с моей работой не справиться. Масштабы того, что мы собираемся сотворить, просто невероятны. Спецэффекты помогают получить то, что нельзя снять в ходе обычной съемки. Неважно, добавляются ли персонажи или окружение, или дополняется площадка, или создаются целые сцены. Существуют миры, которые сложно воссоздать в павильоне или даже в локации. Визуальные эффекты дополняют сюжет, позволяя нам наблюдать, как корабль Джейми входит в королевскую гавань, как Дэнни летит на огнедышащем драконе. В четвертом сезоне, когда мы только начинали понимать, каким будет нападение на ледяную стену, у нас не было столько пространства и столько людей, чтобы снять эту сцену. Нам нужен был такой большой зеленый экран, какого еще не было, 9 метров в высоту и 120 в длину. Я подумал, у нас ничего не получится. Я зашел слишком далеко. Но наши ребята все-таки построили этот экран. И я понял, насколько они радеют за сериал. Хотят воплотить его в жизнь. А про следующий сезон я сказал. Понадобится огнемет, стреляющий на 15 метров. Мы привяжем его к роботизированному крану, привезем в Испанию и поджарим 20 человек. Что скажете? И мы так и сделали. Другой такой работы просто. Сегодня индустрия спецэффектов основывается на компьютерных технологиях. Но мы считаем, что очень важно включать в съемку натуральные элементы. Снимая огнедышащих драконов, мы снимаем огонь. Реакция света такая, какой и должна быть. Есть взаимодействие между огнем и каскадерами. Раз великан Вун-Вун в кадре должен быть в два раза выше, то мы отодвигаем камеру в два раза дальше и опускаем в два раза ниже. Съемки Вун-Вуна ни с чем не сравнимый опыт. И все благодаря актеру Йену Уайту. Это самый большой персонаж в сериале. Нам нужен был очень высокий актер. Ведь по сюжету в этом великане 4 метра роста. Огромная масса и вес. И человеку нормальных размеров сниматься было бы очень трудно. Мы очень много времени потратили на расчет углов камер и объективов. Планировать расположение камер начинаешь еще в процессе подготовки, когда ты сам себе вся съемочная группа. Можешь выстраивать площадку, оживлять ее, создавать персонажей, двигать их. А потом надо сесть и во всем разобраться. Мы почти ничего не выдумывали. Все брали из реального мира. Я изучал, как ведут себя хищные птицы. Изучал поведение ящериц и прочих рептилий. Самый лучший комплимент нашим визуальным эффектам – то, что их не видно. Если что-то будет неестественно и странно, это испортит не только кадр, но и всю сцену. Нам нельзя позволить зрителю сомневаться, так что свою работу мы выполняем тщательно. А ведь то, что мы должны изображать, становится все больше. Схватки стали внушительнее, армии все больше и больше. Драконы выросли во много раз. Сериал стал гораздо масштабнее, чем раньше. Мы снимаем тремя съемочными группами, а раньше их было две. Наша команда тоже растет, соответственно. Она и так каждый год разрастается. Но в этом году это был просто взрыв. Мой приятель делает спецэффекты к фильму про великанов. Я спросил его, сколько у них съемочных групп. Оказалось только одна. Что, серьезно? Самое сложное в моей работе – поспевать за масштабами сериала, которые расширяются с каждым сезоном. В третьем сезоне у нас было 80 таблиц, в прошлом году – 2000. Мы снимаем на разных континентах. У нас пять режиссеров, и все они – люди творческие. Нужно разрываться на пять частей, а времени, как всегда, не хватает. В каждом сезоне возникают свои проблемы. Будь это великан на мамонте, или скелеты, вылезающие из-под земли, или необычные схватки. В этом сезоне у нас полный набор. Масштабы нашей работы и труд, вложенный в спецэффекты, несравнимы ни с чем, что было раньше. Все это шестой сезон. Секреты Игры Престолов Три, два, один, мотор! Тише, пожалуйста. Пошел. Звук. Секреты первой и второй серии Воскрешение Джона – серьезная сцена. Я знал, что ее будут смотреть. Она очень важна. Это не бой. Его не отрепетируешь. Давос должен убедить Мелисандру. Попробовать что-то сделать. Сейчас им нечего терять. И если не выйдет, значит, не выйдет. Если Мелисандра сможет, это станет для нее искуплением тех бед, которые она причинила. Вряд ли Мелисандра считает, что у нее получится. Она побеждена, все потеряла. И ясность мысли тоже. Она опустилась на самое дно, переживает кризис веры. Возможно, Владыка Света не так ей благоволит и не так уж отделяет ее силами. Когда Мелисандра заходит, она решает это сделать, и все. Она заходит, делает, и мы видим, что у нее не получается. А потом все уходят из комнаты, а потом, наконец, мы видим, что все у нее получилось. Это очень большой сюрприз. Для меня это было очень интересно. Напряжение, предвкушение, чувство ошибки, что ничего не получится, а потом получилось. Очень интересно встраивать это в фильм. Следующий чуть меньше. Чуть меньше, ладно. Посыл тот же, но... Да, хорошо. Мы пробовали разные варианты. Я всегда считал, что возвращение к жизни – это глубокий вдох, как будто выныриваешь из-под воды. На это больше всего похоже рождение, а ведь реакция ребенка на него – не смех и улыбка. Он кричит и орет. Что это за место? Мне было так тепло и уютно, и мирно, а теперь меня вытащили в яркий, холодный мир, и кто знает, что теперь будет. Штурм Черного замка Штурм Черного замка – относительно короткий бой. Наснимали его несколько дней. Он поразительно сложен. Черный замок всегда был непростым, но замечательным местом. Бам! Бам! Крестик, тут будет пламя. Отчасти из-за присутствия стихии, снега и, в данном случае, Вун-Вуна. Когда заходишь, держи врага над камерами. Здесь и здесь. Ладно, поехали. К счастью для нас снимать Вун-Вуна – это очень-очень весело из-за артиста Иена Уайта, который его играет. Мотор! Нам был нужен большой человек, ведь четырехметровый великан очень тяжелый. Он очень громоздкий, а человеку обычных размеров с этим пришлось бы очень непросто. Иен, не забудь, не иди сюда, обходи. Работа с двухметровым великаном, физически развитым актером, которому грим добавляет еще сантиметров, это очень и очень хорошо. Можно повторить? Сперва мы получаем раскадровку от режиссера или словесное описание. Потом, при визуализации, мы отрабатываем камеры и анимацию. Показываем режиссеру, он делает замечания. Мы показываем все Дэну и Дэвиду и получаем замечания от них. А в финале получается анимационная версия кадра. Это похоже на видеоигру, но в результате мы знаем, что нам делать и как. Смотрите в конце концов. Старение Мелисандры Моя любимая сцена в этом сезоне – это старение Мелисандры. Великолепный кадр. На Карис наложили грим и снимали ее, а вместе с ней – ее двойника Шейл. Пожилую даму, которая повторяла за Карис все движения. Мы видим, как она принимает свою суть. Что она такое? Не такая молодая и прекрасная, а женщина, которой очень много лет. Ее внешность – это ложь, как и обещания владыки света и его же послания. По крайней мере, не то, о чем она думала. Убийство в замке Пайк Боже, это было сложно. Последний день съемок и для Патрика и Пилу, играющих Бейлона и Эурона, это было очень тяжело. Дай пройти. Мы снимали в ноябре, в Белфесте, во время дождя, всю ночь на улице. На площадке в пяти метрах над землей и с зеленым экраном. Я слышал, ты тронулся умом от шторма в Нефритовом море. Мне было стыдно каждый раз, когда я требовал еще один дубль. Я и есть шторм, брат. Сцена складывается сама. Это ведь веревочный мост между двумя башнями Пайка. Нужна одна башня, вторая, а между ними мост. Но задействовать пришлось очень многое. Мост должен был быть надежным, чтобы на нем могли работать актеры, чтобы оттуда сбрасывали людей, чтобы там находились операторы. Нужен был дождь, ветер, молнии. Нам потребовалось очень много оборудования. Это отличная сцена. Они знали, что она будет отличной и были в восторге, но это было трудно. Камера, мотор! Он увидел дракона в первый раз. Всегда думал, что это легенда. А теперь он имя одержит. В этом сезоне мы идем дальше, ведь у него есть доказательства. Ему слишком любопытно, чтобы не узнать больше и не увидеть их самому. Я друг вашей матери. Много драконов меня пугало. В прошлом сезоне мы были в Хорватии и снимали в прекрасном дворце Диоклетиана в Сплите. Это была огромная сводчатая комната с колоннами. Потрясающее место для того, чтобы держать драконов. И когда в этом году я понял, что надо снимать сцену такой же сложности, а той локации у нас нет, я подумал, как это может быть возможно. А потом на выручку пришла Дэп Райли, художник-постановщик и отдел спецэффектов. А еще раскадровка и планирование. У нас получилась эта сцена просто прекрасна. Мне она очень нравится. Я пришел помочь. Самое интересное, никто и не узнает, что снимали не на локации. Не надо есть помощь. Дворец в Сплите хорошо обследован. И у нас были его рисунки. Рисунки нужных нам лестниц тоже были. Все элементы. Помимо пространства мы работали с визуальными эффектами. Надо было понимать, что строить. Я решил, что 5 метров достаточно, а дальше сработает графика. По-моему, получилось даже лучше. Вы погрузились во тьму. Кругом загадка. Ты не знаешь, что дальше. А в реальности это пара колонн и, может, пара стен, а все остальное спецэффекты. Так проще обыграть тьму. А это улучшает сцену на атмосферном уровне. Сюда? Да. Ладно. Остается мало места для импровизации. Сплошная подготовка и планирование. А незапланированная остается игра актера. Питеру было важно выразить, как много все происходящее для него значило. Мы знаем, что Тириона всю жизнь восхищали дракона. Так что, помимо прочего, он практически попал в сказку. Но, кроме того, и другое благоговение, страх, сочувствие, ностальгия, много всего. Но Питер замечательный актер, и эта сцена прекрасна. Он как ребенок в кондитерской. Он в ужасе. Он может погибнуть в любой момент, но он не может упустить такую возможность. Отец сказал мне, что последний дракон умер век назад. Я тогда проплакал всю ночь. Драконы обладают почти человеческой эмоциональностью, что стало для него сюрпризом. Он потрясен, насколько драконы разумные, понимающие и чувствующие. К этой сцене добавлено кое-что еще. Драконам нехорошо, и это добавляет чувство сострадания. Это прекрасные, удивительные звери, потенциально невероятно сильные, но сейчас они истощены, поскольку содержатся в неволе, и с ними не обращаются должным образом. Секреты третьей и четвертой серии Самое классное в этих двух сериях, они тематически связаны. В них речь идет о возрождении. Джон возвращается в мир ногой, как ребенок, в холодном черном замке. А Дейенерис, ногая, как ребенок, сливается с огнем. Огонь и лед. Я провел много исследований. Просмотрел много картин эпохи Ренессанса о воскрешении. Мой любимый художник Караваджо. Мы сели и начали рассуждать, как можно передать это чувство. Отлично. А теперь посмотрим в действии. Кит, готов? Почти. И мотор. Кит говорил, что ему нужно почувствовать, каково это, вспомнить собственную смерть и этот экзистенциальный ужас. Я вспомнил книгу Элизабет Кюблер-Росс о смерти и умирании и сказал, почему бы не повернуть все наоборот. Есть же этапы неверия, осознания, принятия. Давайте начнем с этого. Ты просыпаешься, чего-то не хватает, ты не знаешь, где ты, происходит серия открытия. Где я? Кажется, я знаю, где, но почему я голый? Потом он понимает, что ему нанесли раны и внезапно начинают возвращаться воспоминания и накатывает паника. И мы думаем, как Джон справится с тем, что случилось? Его убили, и его чувств не поймет никто, с кем этого не происходило. Значит, не поймет вообще никто. Что ты сделал? Ничего. Совсем ничего. Мы прошли всю сцену. Он подходит к веревке, поднимает меч, рубит. Смотрим, как Джон справится с казнью Олли. Как и в сцене с Нэдом Старком, человек, исполняющий приговор, он взмахивает мечом. Это северный Этос. Джон не хочет этого делать. Но правосудие понятно. Эти люди убили лорда командующего, их нужно казнить. Но приговор будет исполнять он, и он взмахнет мечом. Да, мы действительно их вешали. Это всегда пугает, ведь твоя изначальная зрительская реакция примитивна. На них надета специальная защита, но все равно это шок для организма. Надо это ослабить. Да, самую веревку надо ослабить. В первый раз падение и звук выбитых бочонков, это ужасно, когда стоишь на ней. Все так по-настоящему, что не так уж сложно изображать ужас на протяжении сцены. Башня радости Башня Зафра в Гладалахаре, Испании это нечто волшебное. Просто сюрреализм. Я хочу, чтобы все знали, она настоящая, никаких спецэффектов не было. Помню, я сидел на площадке и читал про историю здания, как его строили против мавров и как мавры его захватили, и как с его помощью испанцы дрались с испанцами про всю эту жестокую кровавую историю в стиле престолов, которая разворачивалась прямо там, где мы стояли. И бои, похожие на то, что мы наблюдали, разворачивались в том числе и там, где мы вели съемки. В сериале было много драк на мечах и встал вопрос, как сделать этот поединок особым. Я наткнулся на фильм Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе». Там создавалось напряжение через предвкушение происходящего. Я подумал, что это ключ. Вы видите башню и лошадей на равнине, а потом начинаете слышать, как камень ходит по клинку, по полошу. Этот ритм перекликается со звуком копыт, и вы видите эти самые копыта, а потом блестящий рыцарский шлем. Мы шаг за шагом дразним зрителя, чтобы он прочувствовал грядущее невероятное событие. Это начало. Это конец. Дэйв и Дэн хотели сделать самого крутого мечника во всем мире престолов. Сирр Артур Дэйн — это легендарный член Королевской гвардии. Он заслужил репутацию величайшего мечника в истории семьи королевств. У него два меча — один традиционный и один торнейский. Этот белый клинок — предмет особой поросли. Было очень непросто поставить и снять сложный поединок на мечах со всеми ударами и парированиями, защитами и смертями, чтобы все это было ярко, но убедительно. Он спину ударил. Что еще осложнялось сыну? То, что это все — часть видения Брана. Как мальчик, видящий сон, взаимодействует с тем, что его окружает, если его по-хорошему там не должно быть? Отец! Мы придумали хитрый переход между точками обзора. Ввели Брана и Трехглазого ворона в историю, а потом вывели. У каждого есть свое собственное линейное повествование. Практически вся история Дейенерис снималась в Альмерии, в Испании. Мы построили врата Датрак. Внешний вид деревни, внешний вид храма, а потом построили его интерьер здесь, в парке автомобилей в Белфасте. Меня приводят в выезд Датрак и начинают спорить, как поступить со мной. Решается моя судьба. Мы садимся вместе с художниками при визуализации и объясняем свое видение сцены. Предлагаем раскадровку. Значит так, мы сожжем храм с этого угла, и я хочу, чтобы это выглядело вот так и вот так. И очень важно, чтобы вы шли с этой точки, потому что здание будет гореть. Плотную к открытому огню актера не поставишь, поэтому приходится снимать микросцены. Поэтому мы то и дело использовали зеленые и краны. В итоге получился такой сложный калейдоскоп, что оставалось только надеяться, что все вышло так, как задумывалось. Я начинаю отсюда? Да. Хорошо. Одна из самых больших забот Дэна, когда мы снимали храм изнутри, как такая хрупкая девушка сможет поджечь все строение, когда вокруг нее было двадцать мужиков. И я решила прокинуть эти жаровни, чтобы создать непроходимый барьер. Потом загорались циновки, пламя переходило на стены, а затем на крышу. Потом пламя охватывало весь храм, и им было не выйти. Она запечатала их всех в огненной гробнице. Стоять в пламени было страшно. Реально страшно. Я же не огнеупорная. Ой, а я совсем забыла. Когда ставишь свет для огня, его нужно очень много, чтобы сбалансировать от цвета пламени. Для съемок снаружи у меня был умный свет. Естественное освещение. Чуть больше, чем я обычно делаю. Я хотел, чтобы в этом здании было много легковоспламеняемого материала, чтобы когда оно горело, то горело бы по-настоящему. Я решил попробовать использовать сжиженный пропан. Работать с ним сложно, но он дает невероятно агрессивное пламя и прекрасно выглядит, когда горит. Сжиженный пропан визуально превращает все в ад, в настоящую огненную гиену. Мы тщательно спланировали каждый шаг сцены. Мы знали, с чего начать, с нескольких сцен со зрителями на фоне зеленых экранов. Мы знали, что будем поджигать. Мы просчитали, как должны двигаться все камеры, что снимать и в какое время все должно происходить. Это было немного похоже на карнавал. Сотни статистов, сотни участников съемочной группы, актеры, режиссеры. Наш посол в Испании тоже пришел. Все стояли и смотрели на самый большой в мире костер. Они два месяца строили этот храм, а мы сожгли его дотла за две с половиной минуты. Каково это смотреть, как горит то, что мы строили? По-моему, все остались очень довольны. Не думаю, что кто-то сентиментальничал. Мы все этим наслаждались. Отчасти поэтому у нас такая классная работа. Секреты пятой и шестой серии Это пятая серия. Очень сложная в плане монтажа. Видение Брана Несмотря на мелькание этих видений по кадру в секунду, каждый из них был тщательно отобран. Безумный Король был самым драматичным из них, ведь мы слышали о нем с самого начала сериала. Но он не появлялся на экране. И мы тратили много времени на то, что в итоге заняло полторы-две секунды экранного времени. Я снял много переходов. Сперва Рука Брана держит лазу. Потом переход, который переносит его в любое место. Это намек на парадоксальное вмешательство во время, где появляется Бран. К добру или к ходу. Гримм персонажей за стеной. Когда я делал арктическую пустошь и посмотрел на Короля Ночи в этом гриме на коне среди заснеженных скал, я понял, это будет просто офигительно прекрасно. Когда мы отрисовали пятую серию и сцену в пещере, то поняли, что это сложно с точки зрения логистики. У нас был Король Ночи, три белых ходока, шестеро детей леса и куча нежитей. Грим накладывали восемь часов, они приходили в час ночи, чтобы с ними уже начинали работать. Мы просим от них очень многого, но когда они выходят загримированные, то да, это того стоило. Они просто невероятные. Так, еще раз. В обычный день для наложения грима на все тело меня забирают в полночь, а на площадку я выхожу в десять утра. Это где-то девять, десять часов. Процесс разработки персонажей вроде детей леса это серьезно. Нам была нужна земная база, древесная гора, листья, ветки, цветная палитра, зеленая, охряная и коричневая. Можно сказать, что она была камуфляжная. Наши линзы закрывают половину глазного яблока. Надо выглядеть свирепыми и щурить глаза. Вот так. До площадки добираться то еще приключение. Игра в игре Лев и Роза едины стали. Дарю я вечную любовь. Читать про театр было весело. Я знал, что придется очень много работать с актерами и художниками. И разобраться вместе с Деборой Райли, нашим художником-постановщиком и ее командой, как ставить эту пьесу во вселенную «Игры престолов» и что в ней будет уместно. И сделать ее шире, чем в жизни, смешнее, но не как в ток-шоу. Свинья, не верещи! Логично, что они говорят о том, что происходит в центре Вестероса. Логично, что они знают, кто такие Серсеи, Джоффри и Тирион. Логично, что они все понимают неправильно. Сцена с пьесой такая веселая. Она так отличается от всего остального, и мы использовали цвет. Синий, желтый, зеленый, красный. Там есть комедия. А это что? Совершенно другое ощущение. Это возможность расправить крылья в другом направлении. Битва в пещере Значит, мы следуем за камерой. Следуем за камерой и смотрим сюда. Да. Этот эпизод был сложным как в плане концепта, так и в плане выполнения. Репетиция без оружия. Еще и в плане актерской игры. Бери Брана и беги! У детей леса есть круглые гранаты. Они лежат в снегу. Если их бросить, они загораются и освещают все, а при столкновении с землей взрываются. Мы распределили сто человек массовки. Снимаем! Как им идти? Какая хореография? Взрыв один будет здесь, взрыв два здесь, взрыв три здесь, взрыв четыре здесь. Идет король ночи. Джонатан Фриман, мой гениальный помощник, устроил интерактивный свет. И если уж взрывать актера ночью, лучше видеть эффект света на нем. Наша команда по спецэффектам разработала плоские световые панели. И когда актеры и статисты проходили мимо, панели светились прямо на земле. Получился интерактивный свет. Потом мы делали прогон со взрывами, а потом статисты взлетали в воздух на проволоке на фоне зеленого экрана, чтобы все оказалось реальным. Надо было много спланировать, нарисовать, снять, добавить много графики. И работать при этом с талантливыми людьми — это просто чудо. Снято! Снято! Нежить в пещере многие из них будут компьютерными. Мы их называем зелененькими. Играть будет статист, но мы заменим ему руки и ноги компьютерными. еще у нас мертвецы ползут по потолку. Это нужно снимать под совершенно другим углом. Мотор! Это потолок, но мы снимаем наоборот. Они ползут по полу, а мы перевернем пленку, чтобы казалось, что они ползут по потолку. Мы много снимаем в туннеле. Бегаем зад-вперед. Уже четыре дня по нему бегаем. Отлично! Такое напряжение, вставки так высоки. Что ты делаешь? Беги! Мы создадим ужас, страх, экшен, чтобы зритель думал только об одном. О, боже, им надо выбраться. Какой ужас, смогут ли они выбраться? Она в самом центре, ряды смыкаются, она их взрывает. О, боже, лист жертвует собой во имя великого блага, чтобы друзья сбежали. Боже мой, нет, только не Ходор! Пускайте ветер и снег! Я хотел, чтобы все было реалистично и ужасно. И, в конечном счете, чтобы Ходор и его жертва были невероятно трогательными. Кристиан, ты тяжело дышишь. Ты бежал. И мотор! Повернись! Твои друзья говорят, затвори ход! ход! Затвори ход! Смотри на топор! Попробуй взять! Держи! Продолжай! Сквозь дыры! Продолжай, борись! Открой глаза! Открой глаза! Смотри, они вцепились в тебя! Вцепились! И снято! Мне понравилось, что он пожертвовал собой ради друзей. это очень в духе Ходора. И я благодарен, что зашел так далеко. Ведь каждый год столько людей умирает. Это последний кадр в сериале для мистера Ходора. Но это очень грустно. Спасибо! Ты что, в крови? Возвращение Бенджена Старка Сцена с мирой и снежной бурей. Мира похожа на Даяну Китон в красных, в замерзшей тундре, как я это видел. Я хотел, чтобы была вьюга, холодно, и эта девочка из Сани, и, наконец, она не выдерживает. Она больше не может. Сегодня мы спасаем Брана, спасаем пророка. Ты получаешь удар, падаешь на спину, перекатываешься, у тебя будет 4 секунды. Если будешь еще играть, мы тебя вытащим. Три, два, один, мотор! Мы должны были давать указания актерам, помогать им с чего-нибудь прыгать, обеспечивать безопасность и перемещать их в пространстве. Ничего не станет между мной и этим пацаном. Потому что я недобрый ублюдок. Идем со мной. Он снова видит дядю, и его присутствие это якорь, который двигает его вперед. Дядя Бенджин, у них странная мистическая связь. они оба это не просто обычный воин и нормальный человек. Теперь ты трехглазый ворон. Мы знаем, что нам делать. Я не успел научиться, ничем не могу управлять. В будущем Брана есть элемент тайны. Все происходит намного быстрее, чем он представлял. И он не понимает, что это значит. Он вообще не понимает, что делать. Он найдет путь в мир людей. И тогда ты будешь ждать его там. Дейенерис и Дрогон Во-первых, это здоровенный дракон, созданный на компьютере. Он огромный, летит над ними, закладывает вираж и садится. Летит пыль. И один из моих оформителей сказал, ведь лошади могут двигаться. Активные лошади в сцене добавили определенное количество хаоса и энергии. У меня новый конь. Класс! Он сногсшибательный, делает, что хочет. Я буквально должна реагировать на их действия. Она была потрясающей. в конце сцены благодаря ей вы будете возбуждены и слегка в ужасе. Макея! Это, конечно, не Нюрнберг, но у нее есть сила. Секреты седьмой и восьмой серии За всю жизнь не видел, чтоб мужик так махал топором. Сколько их было, раз тебя победили? Один. О! Небось, какое-то чудовище? Женщина. Возвращение пса Ответственность за воскрешение пса в седьмой серии это и о боже, как же круто и о боже, какой же это ужас. Ему повезло. Он пережил близость смерти. Не то, чтобы он внезапно стал религиозен, но считает, что может помочь тому, кто помог ему. Давайте еще раз сначала. Он находит персонажа Яна Макшейна, с которым чувствует родство. Господа, я предводитель группы людей, которые больше не верят в насилие. Само собой, я не проживу дольше одной серии. Сколько их было, раз тебя победили? Один. Рори в жизни отлично рубит трава. Нам не нужны были дублеры и какие-то эффекты. Только он и его топор. И это так здорово. Гораздо более правдоподобно. Есть то, что выше всех нас. И что бы это ни было, ему еще нужен Сандер Клиган. Думаю, пес позволяет себе надеяться, что для него есть какой-то иной путь. И в конце седьмой серии мы понимаем, что такого пути нет. создание замка Риверан В третьем сезоне Риверан был лишь рисунком, который вы видели на фоне с некоторого расстояния. А в этом году нам пришлось его построить. Риверан накутан романтическим ореолом. Нам захотелось сделать его более сказочным, чтобы можно было играть с турелями, замком, окруженным водой. Это мостик между двумя реками, и они иногда заливают третью, так что замок может стать отдельным островом, но в то же время чем-то новым и экзотичным. Нам нужна была архитектура Средневековья, в частности, Франции. Я очень беспокоился. Думал, как можно использовать настоящий замок? Как мы сделаем подъемный мост? Это будет график или модель? А потом я поехал в Ирландию и понял, что они его уже построили вместе с огромным подъемным мостом. Мы построили фасад здания, построили интерьер этого здания, а напротив, на поле одного фермера, создали большой осадный лагерь. Так что это был крупный проект от начала до конца. Самое классное, Реверан размывает границы между сценическими декорациями и гражданским строительством. Мы действительно построили рабочий подъемный мост. Сколько человек может о себе это сказать? Это потрясающе. Он просто шикарен. Есть разница между фоновым цифровым мостом, который не задействован в игре актеров, и настоящим поднимающимся мостом с лебедкой. Он прекрасен. Снимаю шляпу перед производственным отделом. Настоящие эмоции. Выпей со мной. А ты? Какое у тебя оправдание? У Тириона есть способность сближаться почти со всеми, кроме собственной семьи. Мотор. Три лорда заходят в таверну. Надо было снимать напряжение шутками и анекдотами. Вы знаете, Тирион известен своей способностью вести беседы и быть очаровательным. А перед ним сидят двое людей, которые просто делают свою работу. Тот, кто не пьет, не уважает нашу королеву. Питер просто отжигал. Он как стендап-комик. Мы написали слова для сцены, а Питер продолжал шутить и трепаться. И актеры смеялись, а мы продолжали снимать, так что получили реакции, которые не казались, а были настоящими. Расскажи шутку. Я не знаю шуток. Серый червь. Серый червь видит Тириона как того парня на работе, с которым постоянно приходится общаться. Из разряда ты так бесишь, но мне надо тебя уважать, потому что ты мой начальник. Серый червь это очень крепкий орешек, но Тирион его раскапывает. А с Миссандеей проще, я ведь спас ей жизнь в конце пятого сезона. Безупречный и не пьет. Почему? Правила. А кто их установил? Твои бывшие хозяева? Эти жалкие куски дерьма. Не хотели... Вот же вашу мать. Простите, что-то я от языка отошел. Похоже на осады, миледи. У тебя настоящий военный ум, Без проблеска надежды. Риверран обманчив. Стоит отвести от него взгляд, и камера начинает искать осаждающие войска. Пока я держусь, война не окончена. Все персонажи из этого эпизода по-своему исключительно отчаянные. И синтез эпоса и личной драмы приковывает к себе. Так зачем вы здесь? Я пришла за черной рыбой. Прошу, забирайте. Сцена между Джейми и Бриеной самая противоречивая любовная история в мире. Они любят друг друга и ненавидят тот факт, что любят друг друга. И это для нас все усложняет. Они по-настоящему понимают друг друга. И во многом она чувствует его на таком уровне, который доступен лишь немногим. Честь вынудит меня сражаться за родню санкции. Разумеется. Сражаться с вами. Надеюсь, этого не случится. Это безмолвное понимание, что между ними ничего не может быть. Ни один из них этого не хочет, но что-то все же есть. Лорд Эдмор. Сцена в палатке между персонажем Тобиаса, Лордом Эдмором и Сиром Джейми очень изящно прописана. Столько слоев. Дэвид и Дэн прекрасно написали подтексты об актера, играли выше всяких похвалов. Как вы можете говорить, что честны после всего, что вы сделали? Актеры настолько умные и так хорошо знают персонажей. Я бы хотел показаться умнее, чем есть, но, если честно, я старался им не мешать. Я люблю Серсею. Если мне придется вырезать всех талий до последнего, чтобы вернуться к ней, я это сделаю. Погоня. Прыжок Арии из балкона. Ее поддерживал трос, но прыжок был настоящим. Высота была где-то 4 метра. Внизу лежал мат, но вам его не видно. Кульминация восьмой серии это погоня. В сценарии она была описана как величайшая погоня в истории кинематографа или что-то в этом роде. Так что не волнуйся, режиссер. Снимать это было так здорово, ведь мы находились в Испании на улочках, которые так и выглядят. Мы их слегка подправили, но особо ничего не выстраивали. Так здорово, что мне выпал шанс сделать нечто подобное. Сперва погоня тщательно рассчитана как в идентификации Борна, но потом превращается в бег в никуда, в боль и отчаяние. Я просмотрел все погони в истории кино, но пытался взять из них то, что подойдет визуальному стилю Игры Престолов, и это не обязательно то выверенное кинетическое чувство, как в современных триллерах. Нужна более классическая постановка. Арии попался достойный соперник, и это здорово. Никто не любит излишне нахальных, какой стала Ария. И так замечательно, что ей, наконец, пришлось тяжело. Мы тогда нашли эту отличную крутую лестницу и подумали, а не спрыгнуть ли ей и не прокатиться по ступенькам. У меня в голове возникла картинка катящихся вниз апельсинов. Не знаю, откуда я это взял, но получилось красиво. Все это время бродяжка ломится вперед, как терминатор. Мы хотели, чтобы зрители смотрели и ужасались. Дура, ты же оставляешь за собой кровавый след, где ты спрячешься? Но со стороны Арии это расчет. Ария действовала просто невероятно хитро, заманив бродяжку, куда ей надо, и потом просто ее переиграла. Секреты 9 и 10 серии. Хорошо. Хорошо, дальше, дальше, Ник. Дальше. Еще, 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 еще. А когда он будет там, стреляй. Ясно, я понял, да. Пускай стрелу. Битва бастардов. Я все возвращаюсь к нашему внутреннему названию битва бастардов. Два бастарда дерутся друг с другом. В принципе, это драка в баре. Это же так здорово, когда два бастарда выходят друг против друга. Они так похожи, но полная противоположность друг к другу. Рамси запугивает людей, уговаривает. Он заманивает Джона в ловушку, и тот в нее попадает. Один парень на одной стороне поля, второй на другой, и они ввязываются в потасовку. А потасовка происходит посреди поля. И вот они сходятся, и мы даже не знаем, чего от них ждать. Но это должно быть круто. Мы пытались заснять безумие, каким оно должно быть. Он может погибнуть в любой момент. Случайный клинок, упавшая лошадь, или кто-то ударит мечом в спину. Он с трудом остается в живых. Мы ставили хореографию сцены, похожей на уличную драку. Это должно было выглядеть сумасшествие. Его тренировали по всей сцене. Это все он. Никаких дублеров. Вот так. Ему многое пришлось делать. Мы задумали нечто эпическое, что нельзя было снимать в режиме реального времени. Например, великан выдергивал человека из толпы, голой рукой давил ему голову. Лошади врезались друг в друга. Сталкивать лошадей нельзя, они могут погибнуть. И мы скрестили падение настоящих лошадей с цифровыми, чтобы настоящая лошадь падала, а потом на компьютере накладывалась вторая компьютерная лошадь, которая якобы налетала на первую и сбивала на землю. кони добавляют новый уровень риска. Это вам не кулачный бой. Многих рубят по шее, и некоторых бьют мечами в живот, стопорами в голову. Всякое бывало. Лучшее описание битвы бастардов на площадку каждый день приводят всех статистов, а я отсылаю их обратно и говорю, больше крови, больше грязи. Вот и все мои слова. Больше крови, больше грязи, и у Кита больше крови, больше грязи. О чем я и думал, насколько грязной мы сделаем эту войну. Я бы хотел официально заявить, что в меня кидали больше грязи, чем в любого другого актера в сериале. У меня было столько грязи на лице. Я хотел все закончить. Я думал, да, мне ужасно нравится, но давайте закончим. Но для сцены именно это и требовалось. Опусти меч и сделай так, как будто ты бьешь его в лицо. И когда я тебя снова увижу, ты сделаешь из него фарш. Нам удалось найти массу исторических источников, которые помогли нам выстроить историю и поставить спектакль. Но главное, наши герои, ведь в финале никого не заботит смерть Одичалова номер шесть. Главное, выживет Джон или нет, надерет ли он задницу Рамси. Чуть выше, Кит, чуть выше. Мы потратили целый день. Десять часов подряд Кит сидел верхом на Иване и избивал его. Я отснял это со всех возможных углов. Начали! Пару раз я действительно врезал ему по лицу. Случайно. И мне прилетело щитом в подбородок. Но ничего страшного. На следующий день челюсть болела, но что делать? Такое бывает на съемках, когда отдаешься им со всей страсти. Где он? Ой, псы меня не тронут. В этом и прошлом сезонах псы были просто частью его. Это выражение его ужасных стремлений и инстинктов. Его инструменты садизма и агрессии. Они верные звери. Были верные. Теперь голодные. Мы снимали собак, а с ними сложно работать. Эти собаки вообще свирепые. С ними нельзя в одной комнате находиться. Никого в помещении не было, только кукольная голова. Это матерые звери. Стой! 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 Для нее это важный момент, ведь всю жизнь на нее влияли мужчины, которые делали с ней ужасные вещи. И вы впервые слышите, как она говорит, на меня это не повлияет, я сильнее. Взрыв септы Мы уже знали, что безумный король заложил под городом дикий огонь. И когда Джейми рассказывает Бриенни о последних моментах жизни короля, то говорит, что огонь заложили под главными улицами. И прямо говорит про взрыв септы Бейлора. Мы с Дэном начали говорить об этом как о потенциальном плане Серсеи, как она победит своих врагов. Главная идея — показать, что делают совершенно разные люди с разными ожиданиями, как они готовятся к грядущему дню. Я сделал акцент на том, как они одеваются утром, на множестве деталей их одежды. Это было нечто абстрактное, как в рекламе духов. Завязывание шнурков платья, надевание короны. И они идут на работу. И работа оказалась совершенно не той. Суд — это драма сама по себе. Признает Лора свою вину или нет. Каковы будут последствия? Я отрекусь от имени Тиррел и всех его благ. Нож с кровью — это нож с пустотами. И тот, кто режет, давит на помпу, и из него выходит кровь. В сцене с ножом у меня был грим. С лица сделали слепок, и потом надели на меня. Я провожу ножом вот так и останавливаюсь здесь. Потом прокалываю и режу снова. Снято! Что-то не так. Не бойтесь, Ваше Величество, суд вскоре начнется. Маргари прекрасно понимает мотивы Серсея. Она выстроила карьеру, делая порой шаг вперед, а порой шаг назад. Она сложила 2 и 2 и получила 4 раньше всех. Суд подождет. Нам всем надо уходить. Он самоуверен. То, что он делает, занимает все его мысли. Он не подозревает, что кто-то навредит ему. Мы пытались создать драматический момент, когда Маргари обращается к его воробейшеству, потому что воробейшество при всей своей силе недооценивает Серсею. И мы доходим до точки, где в конце возникает крупный план на выразительное лицо Джонатана Прайса. И за секунду перед тем, как все взорвется, он как будто говорит, вот дерьмо. Пожалуйста, тише, слушайте подсказки. Не шумим. Снимаем. Горючка готова? Да, готова. И мотор. Все начинается с лужи жидкого огня. Это система воспламенения. Потом взрываются бочонки, из которых капает. Это служит триггером для всех бочек вдоль стены. Они взрываются. Для этой сцены мы установили пиротехнику. Пламя всегда взлетает вверх и вперед, и мы снимали, чтобы пламя шло вверх на камеру, а зрителю казалось, будто оно низвергается на него. А все остальное, это графика, вся королевская гавань. Все были в восторге. Команда такая, ура, мы взорвем септу, будут обломки, будем все громить. А я такой, нет, 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 ничего не взрываем. Все разочаровались. На площадке было 287 статистов и источник света, и эти большие штуки, которые создают порывы ветра. Мы начинали снимать, говорили три, два, один, бум, и потом все падали. Настолько близко к взрыву, насколько возможно, но 99% сцены это визуальные эффекты. И заново! Внимание, снимаем! Три, два, один, поехали! Будет кадр, на котором взорвется верховный септон. Вид будет изнутри и сверху. Мы выстраивали структуру. Люди падают, здание обрушивается, статуи падают туда и сюда. И, наконец, взрыв достигает крыши и окон. На нас вылетает церковный колокол и приземляется на улице. А потом мы видим кадры глазами Серсея и Томена с их балконов. Эпическое разрушение в гигантских масштабах. Что-то вроде ядерного взрыва. Башня радостей. Вторая часть сцены с башней радости, я надеюсь, она отвечает на вопрос, которым задается много людей. Я не хочу умирать. Тайна, которая она шепчет ему на ухо перед смертью. Лучший ответ на этот вопрос никакого ответа. Вы не узнаете, что она сказала. Обещай мне. Вполне логично, что в конце этого сезона Бран начинает контролировать свои силы и что он узнает об этом, направляясь на юг в поисках родных. И в это же время Джун становится настоящим вождем Севера. Меня не волнует, что он бастард. Кровь Неда Старка течет в его жилах. Он мой король. С этого дня и до последнего дня. Король Севера! Король Севера. Все хотят достойного честного лидера. И эти два слова как раз относятся к Джону Сноу. Он подходит для этой работы. Хотя, боюсь, у Санса могут быть с этим проблемы. Его объявили королем Севера и никто не думает, а как же Санса? Она законный старт. Она привела рыцарей долины. Может, она заслуживает стать королевой Севера? Вот что я люблю. Обожаю конец этой сцены. Вы ведь не знаете, как она будет развиваться. Пойдет ли Санса против Джона? Или что вообще случится? Я провозглашаю Серсею из дома Ланнистер первой ее имени королевой андалов и первых людей защитницей Семи Королевств. Королева на Железном Троне. Она, наконец, стала королевой. В сценарии все действительно схвачено и все сказано. Последняя реплика в сцене говорит о том, что Серсея, королева Королевской Гавани и Железного Трона, желает вам всем пойти куда подальше. И никаких указаний при этом давать не надо. Это просто шок. Он не понимает, что она задумала, потому что никто добровольно не признает ее королевой. Он лучше других знает, как это чудовищно опасно для Серсея Ланнистер сесть на этот трон. Не уверен, что он понимает, кем она стала сейчас. И это страшно. Просто страшно. Она способна на что угодно, как и доказала в этой серии. Все, чтобы получить желаемое, и вопрос в том, чего она хочет. Доправит она долго! Доправит она долго! Твое управление окончено. Оно только началось. Битва за Мейрин. Раз, два, три. Мейрин был снят в элегантном голливудском стиле. Эпических масштабов и с драконами. В битве за Мейрин много графики, очень много визуальных эффектов. Много зеленого. А в основном зеленый. Много всего зеленого происходит. Когда Дэнни взлетает в небо на Дрогане, в кадре реально только Эмилия. Мы подключили отличную технологию ее съемок и вставки в графические сцены, чтобы все казалось настоящим. Это безумие. Так классно. И ты такая, ну ладно. Сначала была только я в зеленой комнате, а потом я все это увидела и подумала, вот черт, какая я крутая. Это потрясающе, Дракарис. Камера идет за драконом. Именно. Камера идет за драконом, приближается, возможно, еще раньше захватывая Питера. Да, он посмотрел на меня, а я на него. Отлично. Попробуем. Армада. Снято, снято, еще раз. Первый кадр. Когда я читала сценарий, снималось, у меня в голове проносилось только одно. В конце 10-й серии сцена, которую мы назвали «Армада». И хотя в ней много компьютерной графики, но отснято тоже немало. Несколько настоящих кадров с персонажами, а потом почти полностью графика. Было много повторов и раскадровок, чтобы сделать все правильно и чтобы Дэн и Дэвид одобрили эмоциональные сцены, чтобы она была мощной и привела фанатов в полный восторг. Так здорово было увидеть ее на борту корабля, а рядом Тириона. Просто настоящая радость. Да. Эту сцену делают особенными пять предыдущих сезонов. Тот вклад, который мы сделали во всех этих персонажах. Это потрясающе. Когда я читала сценарий, ты просто пищала от восторга. Да. 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 Этого мы и ждали. Мы плывем. Плывем на войну вместе. Дейн Эрис. Дух захватывает. Начали! Начинаем седьмой сезон прямо сейчас. Завтра присылайте сценарий. Спасибо. Вот оно. Я слышу музыку и идут титры. Да. Просто здорово. Игра престолов. Смотрите в Амедиатеке.